хей хай хо я игра глаз и сегодня расскажу про апдейт в тангарии вот что было сделано уже давно я ничего не снимал но очень отчаянно что-то мы программировали рисовали в общем очень много всего сделали по игре собственно я перешел скорее из играния игр в их разработку хотя конечно поигрывать тоже буду во что-нибудь в общем что нового в тангарии во первых у нас новый стад харизма которую я очень долго хотел и вот наконец-то его сделал вот он влияет на стоимость предметов в магазинах но и на какие-то другие штуки потом будет влиять следующая штука это дома ну дальше зайдем на сервер этом меня на локалке то что крутится сейчас зайдем прямо на сервер игры который сейчас доступен и я покажу как эти дома выглядят я добавил случайную генерацию домов то есть каждый дом он уникален теперь не то что вот раньше были все дома давайте сейчас прокрутим немножко чтобы был день да вот сейчас день у нас теперь каждый дом и он уникален он случайно генерируется из рандомных тайлов то все дома разные вот каменные дома разных типов деревянные гранитные и они абсолютно случайно большие такие замки с пентаграммами с кошками у вас могут быть какие-то питомцы дом каждый раз когда вы строите дом а вы будете каждый раз строить дом нельзя будет просто купить дом готовый очень это можно будет сделать но до этого должен кто-то построить другой игрок вот все дома теперь они уникальные и интересны не то что раньше вот так что ну так они выглядят просто хочу показать вот в этой локации тут они как бы я изгенерировал для вас чтобы показать на этом видео ну а так вы будете сами строите сами будете радоваться их какие они разные будут у вас также иногда в домах могут быть даже какие-то npc бред может быть ваш приемный сын отец это очень я не знаю придумайте сами историю вот крыс какая ты живет вот все эти дома они довольно прикольные маленькие большие разные так кстати надо забыл записать значит лимит вещей в домах вот извиняюсь за паузу забыл это нужно домах добавить вот но как это вообще будет выглядеть это то что я вам показываю такой локации не будет изначально вам предстоит самим построить здесь все богатство изначально вот у меня на локалке сервер вот пустая локация будет вы тут сами уже где хотите как хотите строить дома будете строить вы давайте сейчас я вам покажу как выглядит вот у меня персонаж до новый тестовый вы должны будете добывать камни можно их купить но недовольки дорого стоят page 1000 с чем-то можно просто добывать подземелье если вы там долбите стены в подземелье да вам иногда будут падать камни соответственно эти камни вы можете использовать для строительства сейчас вот как это выглядит все вы берете камни вот эти собираете кладете их где-то вот в ком-то месте и читайте специальную house creation did то есть документ в общем на то что вам разрешается построить дом и вот у вас строится такой вот случайный какой-то домишко вы делаете дверь двери тоже можно менять вот такой дом вот теперь важная штука если вы умрете этот дом остается вот но он вам уже не принадлежит соответственно вы можете его снова купить причем даже купить за бесплатно потому что каждому игроку дается дедов property маленькие дома их можно бесплатно покупать то счастливы почили то вы можете вот я выдавать продал этот дом да вот он сейчас ничейний ну это все равно что если бы я умер сейчас и вот я могу теперь снова хоп я его бесплатно получил ну то что новый персонаж у нее есть дедов property вот это для маленьких домов работает что вы можете строить дом фишка еще в том что вы можете строить дома вообще везде то есть ну давайте пойдем в город вот то есть изначально домов нет вообще ни в каких в мире игроков и вот его постепенно можете этот город дом город соответственно вот город есть да можно рядом с городом тут где-нибудь построиться вот ну есть правила по строительству определенные я написал о них то что не нужно строить дома которые будут преграждать какие-нибудь пути важные например вот лучше строить дома в таких вот местах как бы в отдалении вот если вы будете строить дома которые блокируют вход в подземелье на при я просто такие дома буду сносить так что лучше так не делать ну и там есть определенные тоже правило вот я поставил такой дом вот он вот и он принципе рядом с городом ведь вот у меня тоже всегда хотел чтобы рядом с городом тоже были дома какие-то вот можно принципе срубить деревья и тут тоже где-то построиться поближе да вот теперь если мы допустим выйдем из этой локации и войдем заново то ну в общем по идее надо сделать чтобы она восстанавливалась обратно над этим я работаю вот значит я каш криворукий совершенно программист я скажу сразу я новичок в этом я всегда занимался геймдизайном и вот эти два года тоже геймдизайн все вот все делал вирм программировала как бы просил его что-то сделать и вот сейчас я начал сам программировать конечно делаю криво пока но учусь вот уже какие-то видите первые вещи там харизма дома и главное что руки развязаны можно все делать все что хотел о чем мечтал вот такие вот штуки так что конечно глюки будут вы учтите я сейчас пытаюсь как-то разобраться в этом во всем и починить вот такие вот дома можно причем брать дом на простим и расширять его да то что таким образом показываю можно сделать дома необычной формы об вот вы расширили дом можно причем сделать дверь вот такую смежную рубим и вот у вас такие таких вот два мощных дома получается на суде 11 многоквартирный дом у вас они разные все генерируются ну вот если вы хотите поменять цвет ну вашу дверь поменять просто бросьте в нее банку кунь я зелье бросить и она меняется но пока что там мало дверей всяких таких в том это все можно будет допиливать еще вот все начал ток вот так приходить поиграть тангарию новые дома щас я сделаю вайп очередной вот ну надеюсь следующий будет не слишком скоро так что до скорого еще много всяких других изменений я добавил там 30 раз новых блин ну давайте покажу что лих а заодно протестируем вот остались ли наши дома давайте посмотрим да после того как ваш персонаж умирает вот ваши дома они снова они снова есть вот вот я тоже специально часу добавил такую штуку и довольно таки сложно было сделать тоже мне необходимо было чтобы эти дома в том числе можно было убирать если что удаление дома это прям целое блин дело было ну теперь это сильно проще вот так что и вот наши дома есть они с ничейный персонаж умирал вот можно и снова купить ну в данном случае я могу даже их вот так сказать вот за бесплатно получил но вот это вот видите вот этот дом уже плотно он как бы занят не невозможно его на 2 покупать заново вот так вот так что приходить поиграть и до их и класс хотел вам показать новые расы все конечно разработка играет очень весело и интересно прям отдельное какое-то большое дело которым я занимаюсь а блин я забыл вам пока еще крутую вещи господи как много ну смотрите в общем серега 88 большому спасибо тоже новый человек нашей команде который много крутых штук уже сделал счастье он добавил поддержку т.ф. шрифтов доцу вы можете от любой выберите письку шрифт красивый на выберите окно и можете выбрать какой-нибудь другой шрифт ну вот например анонимус на вот я выбрал и он теперь другой шрифт можете динамически менять окей нажимаем и вот она меняет шрифт размер шрифта вот такие всякие штуки появились новые даже не можно сделать убрать границу тоже спасибо и становится все вообще красиво так вы сначала настроить когда скачаете игру вы настроите все окошки да тут вот если потянешь за нижнюю такую штучку голубая штучка появится если наведешь мышку на уголок и можно их растягивать сначала все все вот окошки настроить и для каждого окна можно выбрать отдельный шрифт отдельно для каждого окна выбирается размер шрифта вот и когда вы настроите можно потом как раз взять вот так вот и убрать все края очень красиво и здорово получается так давайте нового персонажа я покажу вам новые расы класса новой раз конечно да класс я пока не вводил так ну давайте сделаем персонажа и вот у нас новых раз целая куча вот в прошлый раз у нас все заканчивалось пиксей теперь появился дракониан это такое дракона подобное существо титаны супер мощные парни лесные эльфы элементаре можно быть элементарем фростмены это такие северные ледяные парни центавры кентавры да можно скакать они очень быстро скачут пауки там очень так тоже особенно они развиваются постепенно паук прощается более такие продвинутые особи джин это сейчас одна из самых мощных раз вот но она не может ты не можешь носить ботинки но логично то что ты джин соответственно тянет ног гарпии минотавры троглодиты наги гнолы лизердмэна виспы импы призраки и бигхолдеры до призраки при умеют ходить сквозь стены вот это довольно-таки необычная особенность но у них есть своя проблема у призраков а вот так что тоже такая раз но это все тоже будет еще и ребалансироваться миллион раз приходите посмотреть вот это просто сделать такой анонс небольшой рассказ что происходит буду ждать ваши комментарии приходите в наш дискорд вот и сильно не кидайтесь то что сейчас какие-то глюки появляются и буду заниматься их усмирением до новых встреч пока всем